Реструктуризация долгов гражданина как процедура. Может ли суд утвердить план реструктуризации долгов? То все удержания прекращаются, никаких удержаний в процедуре реструктуризации долгов быть не может. Правила у прожиточных минимуме, пока идет процедура реструктуризации долгов, не действуют. Реструктуризация долгов гражданина как процедура. Может ли суд утвердить план реструктуризации долгов? Всем привет, с вами на связи Наталья Котряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физлиц, завершила более 250 процедур, также обучая юристов. Что такое банкротство? Банкротство это установленная с законом процедура освобождения добросовестного гражданина от всех имеющихся долгов. Если последний гражданин не может восстановить свою платежеспособность, простым языком платить по своим обязательствам. Тогда при чем тут процедура реструктуризации долгов? Что это за процедура? Когда ее суд может вести? Какие ее плюсы и минусы? Может ли суд утвердить план погашения долгов по графику? На эти вопросы я и отвечу в этом видео. И да, давайте договоримся. Если у вас возникают какие-то вопросы по банкротству, задавайте их в комментариях, я лично отвечаю. Хочу до вас донести. Процедура банкротства состоит из процедура как раз реструктуризации долгов, может быть введена судом. Как раз про нее мы сейчас и будем разговаривать в этом видео. Процедура реализации имущества это отдельная процедура, когда вы признаны несостоятельным банкротом и по итогу суд освобождает вас от долгов. И мировое соглашение утверждается крайне редко. Итак, в дату первого суда суд может ввести первую процедуру реструктуризации долгов. Вводится она сроком также до 6 месяцев. На проведение этой процедуры также утверждается финансовый управляющий. Но при каких обстоятельствах эта процедура может быть введена? Сразу хочу заметить, что не имеет значения, какой у вас официальный доход, какой его размер и есть ли таковой. В моей практике были случаи, когда суд вводил первую процедуру реструктуризации долгов при нулевом доходе, когда гражданин застоял в центре занятости населения на учете и наоборот при доходе более 50 тысяч рублей официальным. То есть доход и имущественное положение никак не повлияют прямо на введение или не введение первой процедуры реструктуризации долгов. Что тогда повлияет? Здесь имеет значение практика судебная, сложившаяся по региону, а также на усмотрение суда и на те обстоятельства, которые в совокупности будут указаны в вашем заявлении о банкротстве. Возможно, суд посчитает нужным не вводить первую процедуру реструктуризации долгов. К примеру, то, что у вас небольшой официальный доход, он этот факт учтет, что у вас есть иждивенция, что у вас есть иные расходы и так далее. Опять же, подчеркиваю, это прямо не повлияет на то, что суд утвердит или не утвердит первую процедуру реструктуризации долгов. Но косвенно может послужить тем фактом, что суд сразу же признает вас несостоятельным банкротом. Прежде чем разберу плюсы и минусы этой процедуры, процедуры реструктуризации долгов, попрошу каждого из вас, кто смотрит это видео, поддержать меня, поставить лайк, подписаться на мой канал. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента, а также каждую неделю проводить прямые эфиры с ответами на вопросы. Итак, плюсы процедуры реструктуризации долгов. Во-первых, коллекторам и представителям банков или микрофинансовых организаций запрещено вам будет звонить, требовать возврата долга, подавать в суд и как-то вообще взыскивать с вас задолженность. Во-вторых, это приостанавливается исполнение всех исполнительных документов. Что это значит? Простым языком, если приставы удерживают с вашего дохода или кредитор напрямую обратился в банк и идут какие-то удержания с вашего дохода, то все удержания прекращаются, никаких удержаний в процедуре реструктуризации долгов быть не может. Запрос, соответствующий требования, направляет финансовый управляющий. Следующий плюс – доход ежемесячный. В процедуре реструктуризации долгов вы получаете до 50 тысяч рублей. Правила о прожиточном минимуме, пока идет процедура реструктуризации долгов, не действуют. На этом по плюсам все. Далее перейду к минусам. Прежде чем разберу минусы, хочу вам дать информацию, чем я могу быть для вас полезна, чем я могу вам помочь. Во-первых, это проведение процедуры банкротства под ключ по всей России до результата и сохранением имущества и защитой от коллекторов. Далее это для граждан, у которых нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах. У меня есть курс по самостоятельному банкротству, где вы с помощью моего юриста проведете процедуру банкротства. Также будет вам представлена гарантированная кандидатура надежного финансового управляющего, которая банкротит вас за депозит плюс расходы без доп. оплат. Третий вариант. Это для тех, у кого вообще нет денег и кто хочет разобраться в банкротстве, понять, как самостоятельно провести процедуру, как найти финансового управляющего. У меня есть лекции по самостоятельному банкротству за 990 рублей. Контакты будут в описании, как ее приобрести. И в-четвертых, я обучаю юристов нюансам банкротного дела, чтобы юристы стали экспертами по банкротству физлиц и могли, помогая людям, зарабатывать на этом достойные деньги. Минусы процедуры реструктуризации долгов. Ну, во-первых, затягивается проведение самой процедуры банкротства. В общем, с момента подачи документов в суд до итогового освобождения от обязательств. Как правило, плюс-минус до 6 месяцев затягивается все банкротство, так как процедура реструктуризации долгов вводится сроком до 6 месяцев, как правило. Следующий минус – это дополнительные расходы на проведение всего банкротства. Так как вы оплачиваете депозит в размере 25 тысяч рублей, это законное вознаграждение финансового управляющего, и расходы на проведение процедуры за каждую процедуру, то есть и за процедуру реструктуризации долгов, и за процедуру реализации имущества. Как правило, происходит так. Однако есть лайфхак. Если у вас есть официальный доход, который превышает размер прожиточного минимума, или есть имущество, которое будет продаваться в вашем деле о банкротстве, то финансовый управляющий может за счет конкурсной массы, конкурсная масса – это то, что как раз финансовый управляющий формирует за счет продажи вашего имущества, если таковое есть, и за счет разницы между вашим официальным доходом и прожиточным минимумом. Так вот, из этой конкурсной массы, которая накопится, финансовый управляющий может компенсировать и расходы за обе процедуры, и вознаграждение за вторую процедуру, если в вашем деле будет введено две процедуры. Что касается стоимости банкротства, в общем, сколько это выйдет под ключ, у меня есть отдельное видео, ссылка будет в описании. Может ли суд утвердить план реструктуризации долгов? Без вашего согласия нет. Если кредитор или уполномоченный орган представит установленный срок проект плана реструктуризации долгов, цель введения процедуры реструктуризации как раз заключается в этом, чтобы либо вы, как должник, либо ваша кредитора представили проект плана реструктуризации долгов. Если даже вдруг ваши кредиторы и представят этот проект, то он может быть утвержден судом только максимум на 36 месяцев и с вашего согласия. На практике скажу сразу и честно, что это происходит крайне редко, когда кредиторы представляют проект плана реструктуризации долгов. Если вы, как гражданин, хотите представить проект плана реструктуризации долгов, то есть простым языком график погашения задолженности, то этот план также может быть утвержден максимум на 36 месяцев, при условии, что этот план одобрило собрание кредиторов. Если кредиторы этот план не одобрили, то план реструктуризации долгов, который вы представили, может быть утвержден только максимум на 2 года. Вопрос, сможете ли вы погасить вашу задолженность за 2 или 3 года. Поэтому итог. На практике процедура реструктуризации на данный момент, как правило, не особо эффективная процедура. Почему? Потому что должник не может погасить свою задолженность за столь короткий срок. Во-вторых, у должника есть возможность списать долги все под ноль через признание себя несостоятельным банкротом. В-третьих, кредиторы тоже особо не активны в факте предоставления плана реструктуризации долгов. И тогда получается, что финансовый управляющий, проведя проверку, что вы не можете установить платежеспособность, и то, что никто в установленный законным срок не представил этот план погашения долгов, ходатайствует в арбитражный суд о признании вас несостоятельным банкротом, то есть введение процедуры реализации имущества, она называется, и прекращение процедуры реструктуризации долгов. На практике происходит так. Что касается процедуры реализации имущества, у меня есть отдельное видео, ссылка будет в описании, что это такая за процедура, что происходит во время и после этой процедуры. На этом по теме видео все. Если вам было полезно и интересно, поддержите меня еще раз попрошу, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok